Смотри плей-офф, будь в форме. Смотрите программу плей-офф и будьте всегда в хорошей спортивной форме. Смотри плей-офф и будь всегда в форме. Герой культового фильма Гая Ричи «Револьвер» говорил, что шахматы и аферы – опасное сочетание. Шахматы – больше, чем игра, докажет наш корреспондент. Помимо фильмов со спонтанными танцами и цилонского чая, Индия дала миру одну из самых древних интеллектуальных игр. В VI веке она называлась «Чатуранга». В нее играли вчетвером, бросали кости и ходы зависели от того, сколько выпало очков. Среди фигур были ладья, слом, конь, король и четыре пешки. Ферзя не было. Цель – уничтожить войско противника. Сейчас мы называем эту игру шахматами и считаем видом спорта. Александр Григорьевич Ерофеев уже 30 лет учит юных стратегов приходить к победе. Всегда знал, что такое шахматы, как они ходят. То есть практически с рождения. Во всяком случае, я не помню себя такого, чтобы я как-то был без шахмата. Марине Григорян играет в спортивные шахматы со школы. Иногда ей приходилось пропускать занятия ради чемпионатов Европы и мира. Редко увидишь девушку, сидящую за клетчатой доской. Но шахматы – это не узко мужской вид спорта, утверждает Марине. Пол никак не влияет на победу. Но кто-то больше вкладывает, больше занимается, и, естественно, результат у него выше. То есть у любого есть возможность? У всех есть возможность. Главное – работать, трудиться и стремиться больше. Как научная дисциплина, шахматы входят в раздел математики. Они развивают умение мыслить и предугадывать. Поэтому некоторые бизнесмены учат своих сотрудников игре в шахматы. И еще это прекрасное средство для похудания. Говорят, что за особо напряженную игру можно потерять 3-4 килограмма собственного веса. Международный мастер и тренер Валерий Суренович Цатурян сделал из шахмата искусство и придумал уникальный алгоритм – музыкальные шахматы. Он создал совершенно уникальную методику, с помощью которой можно перекладывать шахматные ходы в музыкальный ряд. Идет гармоничная мелодия, если все идет правильно. Если ошибка, то резкие диссонансы какие-то получаются. В шахматы играли великие полководцы Суворов и Македонский, писатели Пушкин и Гоголь, императрица Екатерина II и Петр I. Эммануэл Ласкер был шампионом по шахматам рекордные 27 лет и спорил с Эйнштейном о математике и теории игр. 64 клетки на доске содержат в себе больше, чем просто комбинации ходов. Так что никогда не поздно сделать ход конем и начать играть в шахматы.